Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 11.06 в Кирове. Это программа «Дневной разворот». Понедельник. Ведём её сегодня я, Светлана Занько, и Владимир Сметанин. Добрый день. Добрый день всем нашим слушателям с началом новой рабочей недели у вас. Будет она чуть короче, чем обычно. Закончились продолжительные праздники. Надеюсь, что вы в бодром здравии начинаете эту рабочую неделю. У нас сегодня большая программа. Несколько тем есть. Первая тема, которую мы будем развивать до половины этого часа – развитие туризма в Кирове. Планы на 2014 год. И не только туризм. О культуре тоже поговорим. Не забывайте, у нас год культуры шагает по стране и по области. В связи с этим уже сейчас в студии Руслан Мамедов, художественный руководитель культурного центра «Аполло» при Центре культуры и туризма Кировской области. Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. И Георгий Барминов, директор Центра культуры и туризма Кировской области. Георгий, здравствуйте. Добрый день. После перерыва мы анонсируем еще раз нашу рубрику, которую мы вводим постепенно в эфир. Вводим на нашем сайте и вводят наши партнеры по проекту газета «Источник новостей». И сайт «Первый источник общественные слушания». Расскажем, как он движется, на кого он направлен и чем может быть полезен вам. Ну, а во втором часе мы подумали, почему бы нам сегодня не поговорить о наступлении лета, о детском загородном отдыхе в детских лагерях. Поэтому мы пригласили к нам в гости представителей, как раз-таки руководителей детских лагерей. Будем с ними беседовать во втором часе. И к этой беседе у нас приурочен опрос. Как вы думаете, каким может быть или, на ваш взгляд, уже является лучший отдых для ребенка летом? Можете проголосовать на нашем сайте hakirovo.ru и в нашей группе ВКонтакте. В том числе есть там варианты ответа «в деревне у бабушки». Этот вариант сейчас лидирует. Вот смотрю я. Я согласна. Я не буду давить на слушателей, но мне очень нравится этот вариант. Итак, приступаем к нашей первой теме. Надо напомнить, что Центр культуры и туризма Кировской области работает с 14 января 2013 года. Это молодой, можно сказать, еще центр. У нас было очень много дискуссий в прошлом году по этому поводу. Вообще развитие внутреннего туризма в Кировской области. Как он должен развиваться, кто его должен развивать, какие деньги туда должны вкладываться. Ну и, безусловно, неотъемлемая часть нашего сегодняшнего разговора – это дом Витберга, который многострадальный. Если вы читаете и следите, я тут еще раз освежила себе память и посмотрела, что 13 лет дом Витберга открывался, открывался, вкладывались в него деньги. Шла реконструкция, посмотрела, что был такой период в жизни этого культурного центра, когда в нем за два года случилось аж 14 пожаров. Мы тихонько вспомним сегодня вот эту историю, потому что это очень важно. Знаете, когда уже тема, что называется, застряла на зубах, уже начинаешь забывать ее вкус. Про дом Витберга мы тоже будем сегодня обязательно говорить, потому что он открылся в этом году, в феврале этого года, он открылся. А что там происходит? Кто туда приходит? Каковы планы его развития? Какова программа на этот год? Может быть, у вас есть уже глобальные какие-то планы? Мы, конечно, пока еще не знаем. И я нигде не видела такой выкладки, чтобы людям было разъяснено, что каждый может зайти, и каждому найдется там, чем заняться, и каждый может воспользоваться вашими услугами. Давайте начнем, наверное, с центра туризма. Большие, на самом деле, надежды возлагали мы на центр. И, честно говоря, естественно, мы обсуждали, помните, да, в прошлом году мы обсуждали и котельнический единопарк, и различные экскурсионные туры по Кирову, в том числе пешком по Вятке, да, и планировалось, чтобы поселиться этот проект в центре культуры и туризма. Еще какие-то вещи с надеждой на то, что сможет центр аккумулировать все возможные средства и ресурсы, то есть денежные ресурсы, человеческие, для того, чтобы наш город и наша область стала более привлекательной для туристов. Вот что сейчас происходит, на самом деле. На каком этапе вы находитесь? Ну, как уже было сказано, центр у нас достаточно молодой, но за прошедший год, наверное, самым главным для нас результатом, самым главным достижением стало то, что на как раз площадке дома Виттберга свою работу начал туристко-информационный центр. То есть это один из элементов создания максимально простой, максимально доступной, максимально информативной среды для тех людей, которые приезжают к нам в город, которые приезжают к нам в регион. Это та точка, где они могут получить весь максимум информации о том, что из себя с туристской точки зрения представляет Кировская область. То есть любой обратившийся к нам турист, житель города, кто угодно, может узнать о том, что идет в наших театрах, в какие музеи можно сходить, как записаться на ту или иную экскурсию, получить информацию в виде карт, буклетов и так далее и тому подобное. Работает номер телефона 41 50 43, точно так же можно позвонив, получить всю ту же консультацию. Сейчас мы активно начинаем развивать сайт visitkirov.ru, который посвящен туризму и отдыху на Вятке. То есть одно из наших самых главных и востребованных и государством, и в рамках нашей деятельности направления, это как раз создание благоприятной информационной среды для того, чтобы любой человек мог в максимально дружественном формате получить максимально большой объем информации. Ну понятно, что эта работа достаточно сложная, достаточно продолжительная по времени и надеемся, что те шаги, которые мы начинаем делать, они выведут нас на достаточно большую дорогу, по которой поток туристов Кировской области будет увеличиваться, расти. И как раз с помощью максимально возможных современных технологий сможем сделать так, чтобы турист мог получить в любой точке нашего региона максимум информации. То есть сейчас мы уже начинаем размещать на автозаправочных станциях, на различных объектах туризма информационные стойки, где размещены карты Кировской области и различные информационные буклеты. Точно так же в планах у нас установить интерактивные информационные киоски на железнодорожном вокзале в городе Кирове в аэропорту. У нас в туристско-информационном центре такой киоск стоит, то есть это такая штука, подойдя к которой, нажав на экран, можно получить весь тот объем информации, который человеку может потребоваться. — Это информация, которая появляется на экранах, я не знаю, что это такое, терминал, да? — Да, это терминал, да. — Это получается терминал. Она закачивается с сайта, который вы обозначили, или из каких-то ваших других вот, не знаю, источников? — В настоящее время эта информация закачивается с сайта visitkirov.ru, но в перспективах у нас разработать специальные приложения, которые как раз возможно будет использовать и на смартфонах, и на как раз вот подобных информационных киосках. В планах у нас есть увеличение сети этих информационных киосков так, чтобы они были установлены и в гостинице, так, чтобы они были установлены не только там в городе Кирове, но и за его пределами, в тех точках, где у нас есть поток пассажиров. Это и Котельнич, и Вятские поляны, и другие города региона Слободской, безусловно, Чепецк. — Насколько сейчас велик поток визитеров непосредственно в туристско-информационный центр? Люди приходят? Что их интересует? — Ну, я не смогу сказать, что поток очень большой, по большей части люди приходят посмотреть, что за такое красивое здание, по большей части интересует вообще о том, а что это такое. Ой, а у вас тут есть еще информация, давайте мы спросим, как нам попасть туда, как нам попасть сюда. Вот именно туристов в классическом понимании, то, что человек приехал, их не так много пока что. Но это формат работы первых двух месяцев еще, то есть какие-то выводы делать пока рано. — Вот у меня в связи с этим, с тем, что вы там сейчас рассказали, достаточно много информации, хочется немножечко разложить по полочкам. Вот Володя правильно сказал, начал говорить о потоках туристов. Понятно, что мы все в ожидании этих потоков туристов. Хотелось бы, чтобы люди приезжали и знакомились с тем, что у нас есть. Как бы нас с кем-то не сравнивали достопримечательности, нужно гордиться тем, что вот есть у нас. Иначе вот если они не приедут, то и развивать будет не на что. А люди самостоятельно могут находить вас любые, то есть через интернет, через сайт visitkirov.ru. Мне кажется, что логично было бы развивать взаимоотношения с туристическими агентствами и с туристическими компаниями. Стоит ли перед вами такая задача? Безусловно, такая задача стоит. То есть мы видим свою работу как раз в том, что мы являемся своего рода ресурсным центром. Ресурсным центром, в первую очередь, с точки зрения информационного наполнения. То есть мы абсолютно открыты для сотрудничества с различными турагентствами, которые работают именно на прием, на внутренний туризм. То есть мы абсолютно безвозмездно для них готовы размещать информацию на сайте visitkirov.ru, точно так же в туристическом информационном центре. Мы уже провели переговоры, заключили соглашение с достаточно большим количеством гостиниц в нашем городе, которые размещают у нас свою информацию. Мы активно работаем с учреждениями культуры. И, безусловно, абсолютно любой участник рынка внутреннего въездного туризма в Кировской области может разместить у нас ту информацию, которая является для него важной и актуальной. Мы сейчас активно работаем, например, с Вятка Авиа. Они запускают такой продукт, как авиационные туристские маршруты. То есть мы точно так же ту информацию, которая у них есть, размещаем абсолютно бесплатно, абсолютно безвозмездно по всем нашим туристским стойкам в нашем туристско-информационном центре на сайте visitkirov.ru. Но, само собой, мы должны понимать, что эта информация, она максимально компактная. Если мы говорим про то, какое это продвижение, то это уже не к нам, это уже, наверное, к самим игрокам рынка. То есть сам ваш центр не занимается формированием каких-то туристических пакетов, маршрутах и так далее. Вы только собираете, распределяете информацию. Это такие посредники. Ну, есть у нас в планах заняться созданием маршрутов выходного дня. То есть в течение этого лета попробуем этот формат опробировать. Это что, автобусные какие-то экскурсии? Ну, мы предполагаем, это именно в формате автобусных экскурсий с посещением различных событийных мероприятий, которые будут проходить у нас в регионе. Это и Стабенский огурец, к примеру, это и достаточно активно у нас развивается Южный Кост, Мотокрос памяти Раифа Шаяпова в Вятских полянах. То есть вот именно такие выезды, когда туристы, будь то школьники, будь то более взрослые люди могут посетить несколько городов в Кировской области, там, например, тот же самый Уржун, те же самые Вятские поляны, побывать, посмотреть, потом вернуться обратно, побывав там и на событии, и попутешествовав по региону. Буквально несколько дней назад был круглый стол, который объединил представителей Департамента образования и Департамента культуры, и там в том числе шла речь о том, что создать перечень тех точек в Кировской области, которые необходимо посетить каждому школьнику, для того, чтобы он мог называть себя человеком, знающим свой родной регион. Соответственно, мы сейчас эту идею прорабатываем, и в перспективе мы видим создание перечня вот таких турмаршрутов, которые могут брать себе для работы и образовательные учреждения, и, может быть, какие-то турагентства, туроператоры для того, чтобы эти маршруты формировать, и уже по ним могли ездить и школьники, и еще раз повторюсь. Это, кстати, очень интересно, потому что уже с первого класса у наших школьников присутствует предмет, который называется краеведение, и хорошо бы его не по тетрадкам изучать, а напрямую. Там, к сожалению, проблемы есть с автобусными перевозками, детей недавно произошло ужесточение, там очень много правил нужно соблюдать. В вечернее время запрещено, но, в принципе, если... Недалекие маршруты какие-то, близкие к городу, которые не затронут ограничительных мер. А задачи какие-то количественные стоят на этот год? Это увеличение турпотока на столько-то процентов, до стольки-то? Ну, в силу того, что мы не можем напрямую на этот турпоток влиять, то есть брать группы туристов и привозить их в регион, у нас задача стоит в первую очередь именно инфраструктурной. То есть создать доступную информационную среду, и я думаю, что до конца года мы полностью уже приведем и наш сайт, и работу туристского информационного центра, но в тот формат, который приемлем в любом развитом с туристской точки зрения городе. Понятно, что нам сложно замахиваться на уровень работы известных туристских центров, таких как Рим, как Париж, даже если мы будем говорить про наши соседи, про Казань, про Великий Новгород, но, по крайней мере, создать определенную планку, при которой турист сможет в максимально простом формате получить максимум информации, чтобы на сайте были живые тексты, чтобы и в буклетах он мог прочитать, получить максимум информации. То есть мы себе такую задачу ставим. Вы говорили про информационные стойки и про информационные киоски, которые вы будете размещать на железнодорожном вокзале и в аэропорту. И как раз, помнишь, по-моему, у нас с тобой был эфир, где мы обсуждали... Давно уже, да, ведется об этом речь. В этом году, где мы обсуждали, что, к сожалению, отсутствует на этих ключевых точках информация и буклетами не представлена, и стоек-то никаких нет. Вы мне расскажите, вы знаете уже точно, где на железнодорожном вокзале и в аэропорту будут эти ваши киоски стоять, вот эти терминалы? Пока точное место сказать мы не можем, но предварительные переговоры мы провели. Сейчас уже выходим на завершающий этап, формулируем конкретные предложения. Но если говорить про то, насколько это востребовано, то понимание того, что это нужно, есть со стороны руководства и железнодорожного вокзала, и аэропорта. Но все это, мы понимаем, что все это требует, извини, пожалуйста, все это требует денег. Хочу, да, напрямую спросить. Денег хотят, сколько хотят? Ну, я не могу сказать, что кто-то хочет денег. В принципе, та площадь, которая нужна, она максимум один квадратный метр, и то это слишком много. Главное это подача энергии, и все. В принципе, тут больше-то никаких затрат нет. Но за аренду-то они вас возьмут, и за один квадратный метр тоже. Я думаю, что мы все заинтересованы в развитии региона, поэтому мы будем стараться договориться. Кто мы? Центр культуры и туризма, надеюсь, при поддержке Департамента культуры, при поддержке правительства Кировской области. Давайте тогда о финансах. Денег хватает на все ваши задумки, на этот год хотя бы? Или вы как-то распределяете их? Что нужно сделать для того, чтобы осуществились ваши планы? Спобедилов, наверное, проще, потому что наш аэропорт, но все-таки это правительство тоже области. Ну, смотрите, терминалы у нас приобретены, они у нас есть. Сколько сейчас их? В настоящее время их три терминала, то есть один как раз уже установлен у нас в Туристко-Информационном центре, два терминала планируются как раз для установки в аэропорту и железнодорожном вокзале. Если говорить про какие-то иные составляющие, те же самые финансовые, то есть никаких затрат со стороны объектов размещения, это в принципе не требует. То, что касается перспектив, мы подготовили заявку на нашу поддержку со стороны Министерства культуры Российской Федерации, заявку направили. Если данная заявка получит свое подтверждение, то тогда, безусловно, мы будем увеличивать количество приобретенных. А заявка на что была подана? Заявка была подана на укрепление материально-технической базы учреждений. На какие, ну, какая сумма денег там фигурирует? Ну, мы заявились на сумму миллион семьсот, и в рамках этой суммы мы планируем приобрести дополнительно несколько информационных киосков, достаточно большое количество информационных стоек. В настоящее время у нас их приобретено 20 штук, которые размещены как по гостиницам, так и по заправкам. Но, само собой, спрос есть, и эту базу необходимо расширять. Последний вопрос. После этого, Руслана, подключаем буклет. Они тоже требуют денежных средств для того, чтобы их печатать. Понятно, что это должно быть постоянно. То есть ты не можешь напечатать на год вперед, ты должен их постоянно там производить. Это тоже на средства от центра? Или те компании, которые включают туда свою информацию, все-таки могут каким-то образом вливать? У нас есть, скажем так, две стороны этой медали. С одной стороны, у нас есть государственное задание, в рамках которого до нас доведен определенный объем бюджетных субсидий. И в рамках этого государственного задания мы занимаемся изданием определенного количества информационных материалов с определенным содержанием, с определенным ареалом распространения. Кроме всего прочего, мы вправе, и мы этой возможностью активно пользуемся, заниматься приносящей доход деятельностью. То есть у нас есть ряд изданий, которые мы предлагаем для размещения рекламы. В частности, это туристская карта Кировской области, где любой рекламодатель заинтересованный может свою информацию разместить. То есть у нас уже первый тираж вышел таких материалов. Он распространен практически по всей Кировской области. Вот как раз то, о чем я говорил. Стойки на автозаправочных станциях, стойки в гостиницах и так далее и тому подобное. То есть мы стараемся за счет привлечения дополнительных источников финансирования закрывать те потребности, которые есть в изготовлении печатных материалов. Получается? Или хотелось бы больше? Ну, безусловно, всегда хочется много, но с другой стороны, надо понимать, что турпоток в Кировской области пока не настолько велик. И по большому счету мы можем этими материалами завалить весь регион. Вопрос, будет ли от этого какой-то результат, будет ли от этого какой-то эффект. Да, может быть, у нас только регион, но уже нам интересен, как соседние регионы. Переходим к Руслану. Да, Руслан Олегович, Маша Труччев. Чем живет дом Вивберга, хотелось бы сейчас знать, конечно. Ну, во-первых, хотелось бы всех поприветствовать еще раз на нашем любимом радио. Слава Богу, что мы вновь здесь и так заслушался. Вот Георгий Андреевич, хоть и молодой руководитель, а как он все складно, хорошо говорит, так приятно работать в таком коллективе, в замечательном. У нас уже сколько человек? Уже 30, около 30 человек. Около 30 человек. И это вот за один год как раз на базе Аполла сделали Центр культуры и туризма. Смотрите, как интересно. Я небольшую предтечу возьму. Дело в том, что нас в свое время тоже реорганизовали из областного дома работников искусств. Одри, который как раз размещался в доме Витберга, который возглавляла небезызвестная всем Татьяна Вячеславовна Рясик, которая немало, так сказать, сделала трудов своих для того, чтобы этот дом как-то восстал. Какие-то традиции в нем были. Вот. И на сегодняшний день дом все-таки восстал. Яко-птица Феникс. В прямом практически смысле, как вы сказали, о том, что там были пожары. Но я вам хочу сказать, что мы так без истерии или, как молодежь сегодня говорит, без фанатизма стараемся тихонечко вводить этот объект, скажем так, в культурную среду. Во-первых, я лично считаю, что к этому объекту всегда было такое повышенное внимание, не совсем здоровое. Причем, знаете, какой эффект интересный? Когда его не было, когда его только строили или вообще он лежал в руинах, то есть его пилили, делили, кому там жить. Такая лексика присутствовала. Знаете, кто там будет прописан, кто там будет сидеть, пардон. Ну, в наше время вообще, как говорится. А потом, когда вдруг дом Витберга восстал, в прямом смысле этого слова, и сейчас там происходят некие процессы, не совсем уже интересно. Потому что, ну что, вроде бы стоит, вроде бы обещание губернатор выполнил. А надо признаться, он сказал, он сделал. И ни копейки из областного бюджета на воссоздание дома Витберга не потрачено. Это федеральные средства были? Это были не федеральные. Спонсорские средства. Несмотря на то, что это федерального значения исторический памятник. Это памятник архитектуры федерального значения. Вот, и на сегодняшний день, как мы говорим, дом как бы намаливается. То есть, нам очень важно, чтобы там появились нужные люди, чтобы там проходили какие-то нужные форматы. А ведь это всегда количественный показатель. Он потом переходит в качественный. Сегодня мы, условно говоря, открыты для всех людей доброй воли. Я не раз уже говорил именно эту фразу. И мы на сегодняшний день там, так сказать, что-то проводим. И, например, какие-то форматы мы понимаем, что там просто невозможно, к сожалению. Например, там есть ограничения. Любые вечера или что-то там, например, такое проводить можно только до 23 часов. К сожалению, дом акустический так создан. Он как коробка. Он достаточно такой резонирует. И я могу сказать, что люди, которые живут рядом в доме, кстати, дом, где жил Соломон Борисович Сахар, они, в общем-то, слышат все, что происходит. Поэтому мы должны тут федеральное законодательство исполнять. Поэтому там очень много регламентов. На сегодняшний день мы можем сказать о том, что один из наших сегодня таких ключевых партнеров – это Центр деловой информации «Норма», который там проводит что, где, когда. Нам это очень нравится. Интересная игра, хорошие люди приходят. На сегодняшний день у нас идут переговоры с разными творческими группами, чтобы там восстанавливать такие форматы, как поэтические вечера, вручение каких-то премий, я не знаю, дискуссионные вечера. Может быть, вообще там какая-то площадка для блогеров или не блогеров – это второй вопрос. Но, тем не менее, мы сегодня ищем эти форматы и всем говорим, милости просим, все флаги в гости к нам приходить и обсудим. А вот вспоминая, что говорила Татьяна Рясик, я вот вижу информацию, по-моему, 9-го года, если я не ошибаюсь, сейчас скажу точно. Нет, это 13-й год, была публикация, кстати, совсем недавно, значит, она говорила, что в первую очередь там будет музей Александра Витберга, мансардный этаж будет отдан Союзу писателей Кировской области, и хотелось бы, чтобы в доме Витберга был создан уникальный киноклуб, чтобы можно было транслировать артхаусное кино, обсуждать и так далее. Что-то из этого реализовано уже? Ну, на сегодняшний день я вам хочу сказать, даже тогда, когда мы работали с Татьяной Вячеславной, это было самое неблагодарное дело все-таки изначально нам пытаться прогнозировать, что там будет. Потому что, насколько сегодня реальность нам говорит о том, что то, что мы еще вчера думали или как-то размышляли, сегодня может иметь совершенно другие решения реализации. Но, во-первых, надо признаться, что все-таки дом Витберга является собственностью правительства Кировской области. Есть учредители у нас, они, и все-таки у них, скажем так, право первой ночи. И на мансардном этаже сегодня размещены наши два отдела. Георгий Андреевич, да? Да. Туристский информационный центр на первом этаже размещен. Подвал вообще еще даже к нему никто никак не приступал. Он не сделан еще. Он не сделан, но у нас есть одна идея, скажем так, может быть, даже мы ее озвучим. А может быть, специально озвучим, потому что, слава богу, работает. Озвучишь. Озвучишь хорошую идею, и люди скажут, да. Знаете, что мы там хотим сделать? Да. Вот сейчас мы пишем с людьми, и награнды будем подавать, и все. Музей земляков ветки. Те, кто уехал. А почему уехал? Кто? Те, кто жив, слава богу, те, кто уехал от нас в другом направлении, к сожалению, они уходят и уходят от нас. Я вспоминаю, вот совсем недавно наш дирижер ушел, Раевский, и так далее, и так далее. Многие еще семьи живы, многие артефакты живы. Представляете, вот если мы сегодня говорим о том, когда человек приезжает, турист в Вятку, и хочет ее узнать, через кого он, как правило, узнает? Я-то вот как раз в нашем центре работаю, вот под началом Георгия Андреевича, и радуюсь, но не подумайте, что я скептик, я такой реалист. То есть я всегда задаю вопрос, а что смотреть-то как бы в Кировской области? Вот через что люди любят Кировскую область? И все мои друзья и так далее говорят, вы знаете, у вас народ хороший, как будто у нас главное вот это вот все-таки капитал, ресурс, да, это все-таки люди. Поэтому, если вот я, например, приехал в этот же туристский информационный центр, получил буклет, посмотрел прекрасный дом Витберга, посмотрел рядом замечательный гастрономический ресторан. Надо признаться, что вот эта площадка, если вы сейчас ее так на память представляете, она развивается, слава богу, контекстно. Потому что совсем недавно приезжал к нам руководитель почты России и сказал, что на главпочтамте на первом этаже будет размещен музей почты. Вы слышали об этом? Да. Там верстовая есть вот эта миля замечательная. Совсем недавно нам Евгений Питунин, такой небезызвестный человек, сказал о том, что он все-таки дожал этот вопрос, и ему разрешили, не так далеко, кстати, от Спаска, если мы сегодня говорим о таком кластере, будет политехнический музей. Музей, слышали об этом тоже, да? Техники все важны. Конечно. И вот если я, например, турист, я зашел, условно говоря, в подвал, увидел музей великих там земляков, увидел всех. И ныне здравствующего, дай бог ему здоровья, там, летчика 100, дважды героя Советского Союза, там, Виктора Петровича Савиных о нем. Об этом же Соломоне Борисовича Сахаре, об этом же Борисе Ефимовиче Кобринском. Об этих же замечательных земляках, через которых люди узнают, а, так это вот Вятка, это вот город того-то, да? То есть там и Герцен, и Салтыковщина, и все, кто был здесь, потому что, ну, чего греха таить? Вятки многие отметились, и не бесследно, как мы понимаем, если мы берем того же Александра Ильича Витберга, который нам оставил большое наследие архитектурное. Вот у нас такая есть идея, сейчас мы ее прописываем. Это все все равно будет утверждаться, это все на уровне пока наших идей, но мне очень отрадно, что и Георгий Андреевич, и ребята, и наш молодой коллектив как-то все это поддерживают, как-то мы горим. И вот это, кстати, большая ценность нашего коллектива. Коллектив горящий, там как бы заводные люди, понимаете, бросается какая-то идея, и она не зажевывается, не умирает, ее начинают прорабатываться. Поиск финансирования, поиск человеческого ресурса, возможность совместного финансирования. Мы не просто бежим в правительство и говорим, дайте денег, мы хотим это сделать. Просто задача стоит такая, если идея есть, и она как бы рождена для того, чтобы реализоваться, нужно совместно искать пути финансирования, вплоть до частных и спонсорских каких-то денег и инвесторов. Вот на сегодняшний день, если, так сказать, резюмировать то, что мы говорили, сегодня дом Витберга открыт, официальной презентации пока нет. Когда? Когда будет? Вы знаете, мы сначала думали, когда это сделать, все ставили себе сроки, как в старые добрые времена, там, к 1 мая, к 9 мая, знаете, у нас там все сдавалось. А потом, вы знаете, мы подумали, вот когда мы доделаем там все, в данный момент, например, сейчас мы там украшаем картинами, надеюсь, или между праздниками, или после последних праздников, 9 мая, там, все-таки мы повесим там экспозицию Елены Авиновой, потому что, на самом деле, чтобы дом построился, даже вы по своей квартире знаете, чтобы она зажила так комфортно, удобно и инфраструктурно, там нужно как минимум год еще притираться. Вы не представляете, что мы с Георгием Андреевичем иногда работаем там банально завхозами, понимаете, там, то есть мы мероприятие сегодня, а тут где-то плесень вылезла или что-то, вот мы берем, оттираем и так далее. Ну, дом, он устаивается. Мало этот дом построить, его нужно запустить к эксплуатации, на самом деле, крайне непросто все. Вот у нас время подошло к концу, я хочу анонсировать, что мы будем еще об этом говорить, Центр культуры и туризма, Культурный центр Аполло, участники нашего проекта «Право на творчество» и 18 числа на площадке парка Аполло совместно с этим центром, который нам поможет все там обустроить, организовать. Мы будем делать большой праздник, туда съедутся больше 50 ребят из детских домов со своими фотопроектами, там будет принимать участие Центр помощи детям с ограниченными возможностями, там будут выступать ребята, которые играют на инструментах, благодаря этому же проекту «Право на творчество», он назывался «Право на музыку», который возглавляет Владимир Шабардин, детский омбудсмен. Большой праздник, о нем мы будем активно говорить, и сейчас уже руководитель проекта с нашей стороны, Светлана Удельная, ждет ребят за пределами студии для того, чтобы как раз в подробностях обсудить, как будет проходить это все 18 мая. Спасибо большое, что вы пришли, сейчас мы уходим на короткую рекламу и дальше продолжим с темой общественных слушаний. Спасибо, спасибо. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот», сейчас у нас остается буквально 12 минут для того, чтобы мы обсудили развитие проекта «Общественные слушания», который мы анонсировали на прошлой неделе. Это наш совместный проект с газетой «Источник новостей» и с сайтом «Первый источник». Затунга была следующая, и она сейчас реализовывается. Мы хотим в доступной для вас слушателе форуме выкладывать объявления о предстоящих публичных слушаниях. Почему назвали общественные? Потому что в обиходе у людей больше на слуху. Общественные слушания, значит, общественность может присутствовать. Мы хотим сами разобраться в том, что есть публичные слушания, что есть общественные слушания, куда могут прийти представители этой самой общественности, к которой и мы тоже принадлежим, и какую, собственно, роль там сыграть. Нам интересно было рассказать, и сейчас интересно рассказать о каких-то юридических аспектах, то есть что закон говорит об этом. К сожалению, закон говорит, что мы можем принимать участие в общественных слушаниях, но решать мы не можем. Да, но все эти решения доносят рекомендательный только характер. Да, к нашему мнению должны бы прислушиваться. Чиновники, с одной стороны, заявляют, что господа общественность, друзья, земляки, мы хотим, чтобы вы приходили, высказывали свое мнение. Оно очень важно. С другой стороны, когда возникают какие-то серьезные критические ситуации, коих в прошлом году мы несколько наблюдали, в основном это было связано с застройкой скверов и парков, например. Ну, кстати говоря, другие вещи, ЖКХ и так далее, очень важные там социальные вопросы. С другой стороны, люди говорят, мы не знали про ваше общественное слушание, когда обсуждался этот вопрос, поэтому мы не пришли. А знали бы, так пришли бы и высказали свое мнение, и не допустили бы вот того произвола, который, по нашему мнению, сейчас вы тут творите. Ну, и вообще, поскольку власть объявляет о своей открытости, о том, что информационная открытость будет все больше, шире, прозрачнее и эффективнее, люди выходят все более активно на улицы и вообще высказываются. У нас в эфире в том числе тоже звонят. 708-502, кстати, номер телефона нашего эфира. Если вас интересует этот вопрос, позвоните. В первой половине не говорили, потому что нужно было выдать много информации. 708-502. Так вот, значит, у нас создана сейчас на сайте пробная страничка, она так и называется, общественное слушание. Справа такой баннер, общественное слушание, поднятые руки. Наша буква О фирменная, красная. Если вы кликнете по этому баннеру, то зайдете на вот такой предварительный макет этой странички, где мы объясняем, что это такое, для чего мы это делаем. И выкладывают сейчас уже выложенные сообщения о наиболее, с нашей точки зрения, интересных и важных общественных слушаниях, публичных слушаниях, которые, по крайней мере, темы, которых вызывали в прошлом году максимальный интерес. Это и правила застройки, поправки в правила землепользования и застройки Кирова, публичные слушания на 21 мая запланированные. И закладки магистральной сети водоснабжения и водоотведения в районе улицы Торфиной 13 мая будет. Значит, там очень важно, потому что, когда закладываются такие сети, однозначно как-то видоизменяется ландшафт. Это касается людей, которые живут в соседних домах. Это может касаться деревьев, которые у вас растут. В общем, подготовьтесь, сходите, узнайте, что там будет, для того, чтобы потом это не было для вас удивлением. Честно говоря, для меня было удивительно и необычно, что вот такие мелочи, казалось бы, да, но по ним все равно проводятся эти общественные слушания. Так не мелочи, Володь, это кажется сначала мелочи. А вот если так примеришь на себя, на свою семью, на свой дом, и это все происходит, да. Здесь-то, да, наверное, нужно ходить, высказываться. Вот смотри, вот установка ЛЭП от улицы Солнечной, 17, до гаражей на 7 мая, вот буквально тут на днях назначены слушания, буквально, да. Это будет, наверное, касаться как раз всех, всю площадь, которая прилегает к этой ЛЭП, какое влияние, как там, что будет делиться, куда распределяться, это тоже важно. Вот прошедшие слушания апрельские уже ушли, но вы можете посмотреть, что там было. Там, например, я вижу, что уже есть комментарии по планировке улиц Московской от театралки до улицы Строителей. Слушания прошли 30 апреля. Вот, между прочим, планировка целой улицы от театральной площади до улицы Строителей. Там есть комментарии, товарищи, со ссылкой на группу ВКонтакте, где ребята собирают фотографии и описание того, что есть, что было и что планируется сделать. Активно очень обсуждение. Мы, кстати, планируем также очень активно привлекать, естественно, общественников, просто активных людей, которым не все равно, что в городе происходит. Может быть, даже не в городе, а конкретно у себя около подъезда, около своего дома, в своем дворе на соседней улице. Мы будем с ними контактировать. Мы будем выкладывать фотографии. Если вы кликните прямо на новости, где вот есть комментарии, вы можете посмотреть. Если прошел какой-то новостной материал, там обязательно эти новости собранные отображаются. Если есть фотоматериалы или видеоматериалы, они тоже отображаются. И эти фото и видеоматериалы и свои мнения вы можете присылать в редакцию нашего сайта eho.kirova.ru. Ссылка есть на сайте eho.kirova.ru и в этом разделе, вот я сейчас ее пока не вижу, но в этом разделе она сегодня-завтра тоже появится. На самом сайте она есть. Вы можете написать комментарии к публичным слушаниям заранее и после того, как вы на них пришли, чтобы рассказать, чего туда идете и какой итог, что вы оттуда вынесли. А если вы вообще занимаетесь предметно этим вопросом, который на публичных слушаниях рассматриваются, то, пожалуйста, прям пишите комментарии. Все комментарии отображаются на основании этих комментариев и того, что происходит. Наши коллеги, журналисты, репортеры могут делать свои репортажи и свои новости. Это вам очень поможет, если вы там за что-то боретесь, потому что вы сами формируете новостные поводы, вы сами выкладываете материал, вы объединяете мнения своих единомышленников. И тогда это получает некий резонанс. И тогда власти видят, что да, вам этот вопрос не безразличен, что да, вы приходите, да, у вас есть подготовленный материал. Есть на что сослаться, можно говорить о том, что были опубликованы такие-то, такие-то сведения. Мы, кстати говоря, городу сообщили, безусловно, о том, что мы эту страничку делаем. Мы имеем в виду администрацию. Администрацию городскую, да, мы оповестили, что мы эту страничку делаем, мы попросили все-таки нам помогать, потому что, с одной стороны, пока что это наш взгляд, мы выбираем какие-то, их очень много, надо вот что понять. У нас, к сожалению, и это признает и администрация, кстати, и городская, и областная, сайты и там, и там не ахти. Информацию, чтобы найти, сами журналисты, бывает, копаются довольно долго. Вот я как раз хотел спросить по этому поводу. Я, к сожалению, не слишком глубоко погружен в этот вопрос, но насколько бывает трудно найти информацию? Очень сложно, Володь. По каким-то конкретным слушаниям, проектам и так далее. Объясняю, какая причина. То есть мы облегчаем задачу, да? Мы будем стараться. Видишь, какая проблема здесь. Мы, конечно, хотим сделать ресурс, на котором были бы все, но максимальное количество тех или иных слушаний, они ведь не только в городской администрации проходят. Вот когда у нас был здесь Андрей Усенко, секретарь общественной палаты, он рассказал, что он вводит процедуру, когда после 25 числа каждого месяца на сайте общественной палаты будут выкладываться те заседания с темами и с участниками, которые планируются месяц вперед. То есть не как раньше это было, пришли там и тут на месте решаем, о чем мы сегодня будем говорить, а заранее, чтобы люди готовились, чтобы туда пришла общественность. Мы подслеживали после 25 апреля, сразу не выложили, но вот сейчас есть расписание на сайте общественной палаты. И для нас, например, там интересен, как нам кажется, как журналистам кажется, круглый стол, потому что на круглый стол, кажется, могут прийти все. Ну, то, что мы частенько устроим. Да, но хотя все рабочие группы, заседания всех рабочих групп общественной палаты подразумевают, что любой человек может прийти, послушать и высказаться. И поэтому, если вам, вот вы посмотрите на сайте АПКО, общественной палаты Кировской области, что кроме круглого стола еще что-то интересного, пишите прямо нам, вот редактору сайта, говорите, разместите вот такую информацию, мы туда пойдем потому-то, потому-то. А потом еще нам тут рассказывайте на наших страничках, что вы там услышали, насколько это было полезно, важно, есть ли там спорные вопросы, какие-то серьезные, правильные решения, принятые, конструктивные. Все мы хотим здесь размещать. Так вот твоему вопросу о том, как мы находим информацию. Ну, с общественной палатой теперь более-менее все ясно. Там будет список и будет понятно. А вот, что касается вот той же городской администрации, мы все-таки пока сузили, город рассматриваем, то каждый отдел, департамент, он имеет свою форму размещения информации. Это, соответственно, либо газета «Наш город», да, правильно, «Наш город». Газета официальная, да? Официальная, которая очень мало куда попадает, надо честно сказать, мало в чьи руки она вообще попадает. Это сайт администрации, но каждый департамент будет печатать на своей страничке в соответствующем разделе, и ты должен искать эту информацию, и, значит, ты ее будешь находить только тогда, когда ты конкретно на нее настроен. И ты будешь до нее докапываться. А то и придешь в самую администрацию, в какой-то конкретный отдел, если ты знаешь, что это происходит. И спросишь, будет, а тебе скажут, вчера. Или будет, но не в таком формате. Наша же задача собрать эту информацию и выложить на одной страничке, чтобы любой человек, кировчанин, мог зайти и посмотреть. Смотри-ка, а тут, оказывается, вон чего, в поселке Ганино, 6-го числа, улицы строителей, слушания пройдут такие-то, проект планировки и проект межевания территории линейного объекта газовой сети низкого давления. Что это такое? Где что будут межевать? Какой кусок земли под это будут отмежевывать? И не оттяпают ли какую-нибудь очередную зеленую зону? Да, да, и ваш какой-нибудь приусадебный участок, что там в поселке Ганино-то надо посмотреть. А может быть, с другой стороны, жители поселка Ганино, нового микрорайона, который там строится, скажут, класс, наконец-то, наконец-то сейчас размежуют и уже газовые сети низкого давления проведут. Правда, я сама не знаю, что это такое, но, наверное, это важно. Так вот, вы сразу увидите. Газ это всегда важно. Да, мы пытаемся, знаешь, упростить так название, то есть неофициальную какую-то формулировку выкладывать, а дать конкретные ориентиры с пониманием того, что там происходит. Так вот, от вас, наши слушатели, мы ждем содействия, потому что, если это вам важно, то проект продолжится, будет развиваться, и вы сможете, мы сможем наладить коммуникации и, наверное, избежать каких-то неприятных моментов во взаимодействии с администрацией. В общем, заходите на наш сайт, хакирова.ру, смотрите, предлагайте. Я хочу сразу сказать, если будет неинтересно, Володь, если будет неинтересно, то мы этот проект спустя осенью, в ноябре прекратим. Сейчас мы будем его развивать, мы будем всех собирать, и мы будем смотреть, насколько вам действительно это важно, или это только заявление, вот когда уже критическая ситуация. Вот такое у нас намерение. Ну что ж, завершается первый час, дневной разворот. Светлана Занькова, Владимир Сметанин, мы с вами прощаемся до начала следующего часа. Впереди у нас новости и новая тема – детский загородный отдых грядущим летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова